Доброе утро! Доброе утро! Которые уже выставлены на этой выставке. Какая красота! Красиво! Просто потрясающе! Это подарок нам? Да, безусловно. Для вашей студии. Спасибо большое! Так приятно начинать общение с подарков. Хочется сказать зрителям, может быть, кто-то не знает, что Виктор Владимирович родился в Могилеве. У нас правильная информация? Нет, я родился в деревне Угольщина Белынического района Могилевской области. А, в Могилевской области. Рядом с фольварком Крынки, где выдающийся белорусский художник Белынический Бируля, известный далеко за пределами не только нашей прежней деревни и теперешней, но и за пределами нашей страны. Я вот к тому это хотела сказать, что вы переехали в столицу в 1966 году. Да, 50 лет тому. Да, 50 лет тому назад. И, по сути, вы своими глазами видели, наблюдали, как менялся этот город, как менялась наша замечательная столица. И вот сейчас пришли к тому, что создали вот этот проект «Мой Минск». Можете сравнить, какой он для вас был тогда? То есть такой первый взгляд, первое знакомство, может быть, первая любовь. И вот сейчас? Безусловно, и первая любовь, и восхищение, поскольку на тот период, даже в 1966 году, город Минск был таким уже красивым, фундаментальным, если мы рассматриваем этот проспект. И, собственно говоря, тогда улица Республиканская была, рядом Немига, и мы тогда ходили по этим мощеным камням улицам, старые домики вот эти небольшие, но производил Минск тогда столицы мира. А сегодня, если уже говорить за этот 50-летний период, и особенно вот последние 20 лет, город просто преобразился и превратился в жемчужину, поскольку его сегодня можно только поставить рядом с Парижем, Лондоном, Берлином и другими столицами мира. Это действительно удивительный, красивый город. И вот этот проект, который уже, он практически формировался на протяжении вот этих, с моей стороны, 50 лет, в моем мировоззрении, родилась вот эта вот идея, и она уже 5 лет продолжается над созданием вот этого проекта, наиболее выразительные, интересные архитектурные сооружения. А вы помните, что тогда впервые вдохновила вас, может быть, свою первую работу? Ну, безусловно, что первая это не Мига была, поскольку мы тогда ходили и ставили мольберты, и рисовали старые улочки. И, безусловно, вот эти большие на тот период уже на проспекте архитектурные сооружения, они тогда еще подавляли, поскольку маленькие еще, 12 лет было тогда, да, и для меня это было, ну, что-то такое сверхъестественное. То есть это огромное здание, и практически так, как я умел тогда рисовать, это невозможно было хотя бы даже какую-то деталь нарисовать одного или того или другого здания. И, безусловно, мы рисовали тогда старые вот эти улочки, старые маленькие дома, но сегодня вот эта попытка уже создать образ, то есть символы уже, ну, как бы, современной эпохи, Минск, который сегодня звучит, ну, в всех странах мира. То есть он на слыху, на виду, и, конечно, для меня это событие жизни. А вот скажите, проект непосредственно уже завершен, или вы как-то еще предполагаете дополнение, какие-то картины будут появляться? Конечно, я думаю, что все оставшуюся жизнь, поскольку город строится, и даже вот этот период довоенный и послевоенный, то есть это наиболее такие яркие архитектурные сооружения, даже если работать, то и еще непочатый, что называется, край работы над вот этим проектом, то есть он бесконечный, он просто настолько интересный, увлекательный и восхитительный, если вот даже брать главпочтамт, то есть 2 на 3 метра картина, которую я очень долго довольно-таки работал над ней, я просто так уже как-то пытаюсь просчитывал время, сколько какую деталь. И вот архитектурный там, скажем, фрагмент той самой архитектуры главпочтамта с утра, скажем, с 9 до 7-9 часов – 2 месяца. А если брать Беларусь в целом, какие места нашей страны наиболее вас вдохновляют как творца? Я думаю, что всегда мы начинаем с того места, где мы родились. То есть, в принципе, это малая родина, и, безусловно, любая часть, когда мы посещаем, будь ли это поле, будь ли это маленький городок или деревня или город, одинаковый и в одинаковой степени, они восхищают, потому что, ну, как бы, это часть нашего сознания, и мы всякий раз восхищаемся от того, что мы видим. И вот этот вот путь в великий город, ну, в большой город, безусловно, он шел от маленького, скажем, вот, берег Друти, скажем, потом Днепр, потом больше и больше, да, моря и океаны, то есть путешествия. Но всегда Беларусь и маленькие вот эти фрагменты и большие, они всегда со мной. То есть, где бы я ни находился, я всегда ощущаю радость бытия, потому что я знаю, что я вернусь домой, и у меня есть тот дом, который всегда радует и восхищает. Ну, вообще, бытует мнение, что родная земля помогает и художника питает, но, тем не менее, очень большое количество художников, которые по тем или иным причинам уехали в свое время из страны, стали известны уже где-то за ее пределами. Вот вам творится где лучше? Всегда лучше там, где мы есть, тем более, что наша родина, она всегда лучшая. И путешествовать, скажем, будь ли ты там в Индии, в Египте, в Лондоне или в Париже, да, во Франции, в любой другой стране, то есть везде прекрасно, правда, и трудно сказать, где как бы остановился бы вот и жил. Видимо, наверное, все-таки, когда есть вот эта вот родная страна, и возвращаясь, ты по-новому всегда видишь, если ты находишься за пределами страны, ты вспоминаешь ее. Когда возвращаешься сюда, ты сопоставляешь, вот, скажем, ту красоту с той красотой, в которой ты живешь. Вот затронули интересную тему. Давайте немножечко о путешествиях, потому что вы же стойко выезжали со своими выставками за рубеж. Как за рубежом воспринимают белорусское искусство и насколько оно востребовано там, где вот действительно в этих странах с такой богатой культурной традицией, с богатыми культурными истоками? Я думаю, вы знаете, что и Кандинский, и Малевич, и Марк Шагал, и много других художников, и я не говорю о том, что и много современных художников, которые, ну, как бы обмениваются опытом, двигаются, обмениваются выставками, и наше искусство воспринимает очень позитивно и с интересом. Я не буду перечислять вот и в последнее время тот интерес даже и к моему творчеству. То есть оно абсолютно, ну, как бы доступно для интеллектуального сознания. У нас настолько разнообразный и, ну, как бы масштаб, спектр, что ли, направлений различных, от таких диких арт-проектов до каких-то классических или поэтических особенностей в изобразительном искусстве. Поэтому оно воспринимается абсолютно органично. Ваша выставка открывается сегодня, в канун праздника города. Непосредственно завтра уже посетители могут прийти и посмотреть картины. Можно это своеобразным подарком городу считать. Ну и кроме этого, хотелось бы какие-то слова, может быть, услышать в адрес жителей нашего города. Я хочу сказать, что, собственно говоря, для меня подарок, поскольку такая возможность. И я искренне хочу поблагодарить действительно мэрию города и, собственно говоря, и мэра за ту поддержку и возможность в этот удивительный, как говорится, период жизни, день рождения нашего города представить вот эту вот новую коллекцию. Мы должны вместе продолжать вот эту вот идею восхищения и позиционирования как одного из лучшего города среди равных, среди великих, среди красивейших городов. И в этом я не сомневаюсь, что оно так и есть. Ну а мы, в свою очередь, благодарим нашего сегодняшнего гостя. Итак, друзья, спешу еще раз представить. У нас в гостях лауреат Государственной премии Республики Беларусь, художник, профессор Виктор Владимирович Альшевский. Спасибо вам огромное за подарки, за интересную беседу. Приходите к нам еще. Спасибо вам. Спасибо.